В этом году конкурс проводился в Центральном Доме Культуры. Мы впервые проводим здесь, до этого проводили в нашем актовом зале, поняли в какой-то момент, что нам тесно. У нас 4400 студентов, а зал у нас 150 человек, ну вообще ни о чем. И мы попросили предоставить вот эту площадку, и, конечно, смотрится по-другому, девчонки уже как принцессы. Восьми прекрасным представительницам из всех учебных подразделений Щелковского колледжа предстояло состязание в четырех номинациях, в которых девушки должны были раскрыться с разных сторон. Моим любимым делом является вокал. Уже на протяжении 11 лет я активно занимаюсь этой деятельностью. Выступаю на праздниках в колледже, участвую в конкурсах, а также на главных сценах города Щелково. Что ж, еще одним любимым моим делом является танцы. Танцевать, мне кажется, началось с самого рождения. На первом этапе конкурса девушки представили свои видеовизитки. Второй этап – свидание для двоих. Девушки вышли на сцену в костюмах, символизирующих тот или иной российский праздник, а затем накрывали стол на две персоны. Жюри оценивали соответствие тематики. А это уже третий творческий конкурс, в котором каждая участница демонстрировала свои вокальные данные и танцевальные способности в разных стилях. И кульминация праздника красоты – грация дефиле. Участницы в вечерних платьях плывут по сцене. И это финальный конкурс. После него жюри объявила победительниц. Каждая участница стала лучшей в той или иной номинации. Первые три места распределили между Мариной Чутневой, она стала второй вице-мисс, Ольгой Медведкиной, ставшей первой вице-мисс. Главный приз вручили Варваре Бирченко, завоевавшей титул «Мисс Весна-2024». Не поверила я, не поняла, что назвали мое имя, я думаю, такого не бывает, этого не может быть. Но потом, все, я это все осознала, я стою, у меня слезы счастья, просто трясет, я не могу это все описать, передать, но это незабываемо. Мы спросили у жюри, насколько сложно было оценивать девушек на этом конкурсе. Не ожидал, что такие талантливые у нас девушки в колледже учатся, такие многогранные, очень понравилось. Мне понравилась визитка, первый конкурс, потому что там сразу показали в многих плоскостях свои таланты. Очень тяжело было принять решение, потому что, как я судил, у меня там было всего лишь в один балл разница между победителем. Зам. директора добавил, что готов трудоустроить всех девушек. Подобный опыт уже есть. По его словам, Щелковский колледж готовит только высокопрофессиональные кадры. А мы, как и все зрители в зале, убедились в том, что в этом учебном заведении учатся не только умницы, но и красавицы. Анна Наприенко, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.